Здравствуйте дорогие мои! Занятие номер 14 нашего с вами курса Мастерская совершенства курса с абсолютной дисциплиной Где для достижения красивых, больших, ярких результатов Мы занимаемся самовоспитанием и формированием своего характера Так, как нам нравится Не так, как нас воспитало общество, история, родители, улица и так далее Вы гордитесь своим характером, а через это мы достигаем свои красивые, большие результаты И к сегодняшнему дню уже со многими я переговорил по скайпу Не со всеми, кто еще не записался, скорее записывайтесь В среднем меняем одну-две, но редко, когда три картинки в вашем коллаже Очень важно, чтобы у вас не было ошибок Допустим, в семье хотят, чтобы были дети, а на коллаже нету картинки с маленькими, с новорожденными, с счастливыми, радостными детьми Много, много бывает Вот, когда как раз человек составляет коллаж Как раз, как раз видно, какие у него внутренние подсознательные жизненные программы Что он себе разрешает, что он себе не разрешает Как раз коллаж, вот эти наши цели, девять простых картинок Они показывают, какой у человека внутренний мир Что у него там в подсознании Общаясь с вами, я вижу, как вы дисциплинированно занимаетесь Если вы что-то забываете, очень хорошо Женщины приседают, но перед этим говорят Я запомнила, я делаю то-то и то-то Мужчины отжимаются, прям молодцы, прям форма видно, все замечательно Что сегодня мы с вами будем изучать? Мы будем продолжать тему, начатую в 10 уроке Это самое сильное состояние, состояние любви Самая сильная энергия И эту энергию мы будем направлять на ваши цели Вы уже привыкли каждый день делать что-то новое Вы уже привыкли, ваша самооценка повышается Благодаря написанию тетрадок Благодаря методике освобождения У многих уже формируется внутреннее состояние спокойствия Мира в душе И это очень важно, дорогие мои Мы с вами говорили, что первые 2-3 месяца Мы будем писать много тетрадок Напоминаю, не надо затягивать Не пишите тетраду больше недели Старайтесь за неделю полностью выговориться Освободиться от тех стрессов Сильных каких-то переживаний Сильных каких-то потрясений Которые были в вашей жизни Или в жизни ваших родителей Чтобы вы были свободны от этого Благодаря освобождению от стрессов Мы становимся спокойными Спокойными, уверенными, сильными и счастливыми Помните про царственное состояние Состояние сильного и счастливого человека И в этом состоянии мы можем работать И сейчас мы уже начинаем более активно работать По достижению ваших целей По достижению тех целей, которые есть в вашем коллаже Также, когда я проверяю и общаюсь с вами по скайпу Хорошо помните Пусть не в мельчайших подробностях Но вы помните свои картинки Я прошу, закройте глаза Что у вас в верхнем углу, что в нижнем углу В правом, в левом, посередине и так далее В общем и целом правильно называете Без подробностей Хотя лучше, конечно, с подробностями То есть, когда человек видит картинку У него, допустим, мое настроение У него там стоит какой-нибудь, в общем, часто бывает император Я спрашиваю, что на нем одето На что он опирается Что находится слева от него Не всегда называть То есть, общее какое-то представление Но для нашего мозга Цели становятся значимы Ваши образы становятся значимы Когда есть подробности Тогда мозг начинает придавать этому значение Старый, известный прием Воображаешь лимон Вот берешь кусочек лимона, да Кладешь его в рот Слюна не выделяется Начинаешь представлять в мельчайших подробностях Для мозга это становится значимо Слюна выделяется То есть, происходит биохимическая реакция Если ты представляешь Тоненькую долечку лимона Желтенькую кожурочку Беленькую прослоечку Долечки Косточку И ты берешь вот эту дольку Смотришь Через нее на свет Потом подносишь к носику Вдыхаешь Вспоминаешь бодрящий, освежающий аромат лимона И эту тонкую прозрачную дольку лимона Кладешь себе на язык Вспоминаешь вкус лимона Начинаешь жевать Выделяется слюна То есть На наше воображение Мозг реагирует только тогда Когда есть подробности На ваши цели Мозг реагирует Когда есть подробности Все хотят быть богатыми Но кто по-настоящему хочет Тот представляет это в подробностях Тот знает Куда он потратит эти деньги Тот знает Как он будет жить Как он будет распоряжаться Этими деньгами Где они будут лежать Куда они будут вложены И так далее Кто хочет создать семью Тот в подробностях Представляет И знает Как я просыпаюсь со своей любимой Как мы проводим свой день Как мы воспитываем детей Как мы ложимся То есть Человек, который по-настоящему Достигает результата Всегда знает подробности Конкретику Если мечта расплывчата Если мечта не конкретная Это дорогие мои Воздух Как говорится Благие намерения У многих оно так есть Помните Когда мы изучали Три формы желания Мы говорили Есть просто желание Неплохо бы Да А есть намерение Намерение это конкретное Конкретизированное желание Плюс внутреннее решение Я точно знаю Я хочу так Но обязательно конкретика Ну и третья форма Она чересчур сильная И так дорогие мои Как мы сегодня работаем И какую привычку До автоматизма Мы доводим с вами На этой неделе Вы представляете Свои цели Допустим Через 2-3 дня У вас какая-то важная встреча Важные переговоры Или вы устраиваетесь на работу Или пойдете к начальнику Просить Немножко прибавления к зарплате Или у вас важные переговоры По аренде Или просто какая-то важная Интересная встреча Вы хотите чтобы она прошла Мягко и легко Допустим Вы идете там налоговую Будете что-то уточнять Декларацию Или еще Чтобы выяснить какие-то вопросы Какая-то важная Важная интересная встреча И мы представляем Этого человека С которым вы будете общаться Или вы сдаете экзамены Допустим Вы представляете этого человека Вы представляете себя Наполняете все это С помощью воображения Белым светом Вы уже умеете работать С белым светом С благодатью И представляете Что все смеются То есть ощущение счастья Ощущение радости Ощущение позитива И начинаете усиливать Вот это ощущение Света и праздника Свет и праздник Как бы вспышка 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 Вот праздника Фейерверка Радости Восторга Наполняете эту ситуацию Первое Конкретикой Второе Белым светом Третьим ощущением праздника Юмора Счастья Положительных эмоций И работайте так Несколько раз в день Утром пару раз представили В обед Два-три раза представили Одну минуту Одну минуту Вечерочком И Когда приходит Эта важная встреча Вы смотрите Она проходит легко Она проходит мягко Она проходит Естественно Так как вам надо И таким образом Вы понимаете Как работать с энергиями Как работать с благодатью Как работать с белым светом Почему Важно Чтобы ваша энергетика Была сильной Почему мы очищались От отрицательных эмоций И усиливали Своё состояние силы И могущества Мысли материальные Если они соединены С ощущением праздника С ощущением радости С ощущением белого света Чистоты Восторга И так далее Душевное Ваше душевное состояние Мирзакалим Санакола Сейчас по мне об этом Говорил Говорил Запомни Своё душевное состояние Вот когда у тебя есть успех Когда у тебя есть результат Вот Сейчас запомни Вот запомни Своё состояние Сейчас Как-то раз я вам расскажу Как я это делал Когда я всегда проверял Словами Закалим Сангулыч Проверял на практике Потому что практика В чём-то важнее Теории Когда ты знаешь Ты должен обязательно Практики закрепить Я проводил занятие По оздоровительному курсу В небольшом городе Это было в 2000 году И в течение недели Я представлял Что придут люди на занятия Что они будут счастливые Будет всё интересно Они будут всё запоминать А я представлял Как они молодые Я представлял Как они смеются Я представлял Как они радостные Делал так несколько Пять-шесть раз в день Пока проводил Информационную Как бы подготовку Было время И я вот наполнял Всё белым светом Я просто представлял Что едут поезда И у них в цистернах Вместо нефти Или ещё чего-то У них в цистернах Белый свет Она не приезжает И выгружает этот белый свет Приезжает и выгружает Этот белый свет И очень важно Дорогие мои Состояние искренности То есть Как мы можем Изучить состояние искренности Если есть умноженное На бесконечность Есть тоже такое Очень важный Божественный натритут Умноженное на бесконечность То есть Человеческая доброта Есть божественная доброта Есть человеческая уверенность Есть божественная Есть человеческая сила То есть Если умножается на бесконечность то есть вы желаете другим людям радости но вы бесконечно желаете радости или с ограничениями да вы желаете своим близким родственникам богатства но вы богатство желаете бесконечно или с ограничением обычно когда у нас есть обиды или какие-то претензии то мы начинаем немножко ограничивать как говорится жена любит можно но вот он немножко виноват и ему конечно желаю радости но немножко с ограничениями это уже не искренность это уже не искренность когда вот мы желаем если мы желаем человеку счастье то мы желаем ему бесконечного счастья мы желаем радости, и то мы желаем бесконечной радости, да, и вот я наполнял, наполнял белым светом, ощущением праздника, мне тогда было 23 года, я был юный, молодой, я не цедитель, я не экстрасенс, я по своему мышлению, я математик, технарь, и когда я пришел на эти занятия, я им рассказываю, что очень важно делать гимнастику для позвоночника, очень важно делать гимнастику для глаз, да, вот, в зале тогда, помню, сидело очень много людей, был большой, огромный зал, там мест на 400, может быть, и 400 человек было, то есть практически полный зал был, и вдруг люди с места начинают вставать и кричать, это целители, это экстрасенсы, я выздоровел, у меня зрение выздоровело, у меня кожа ушла, у меня псориаз ушел, но я-то точно знаю, что я не целитель, я-то точно знаю, что я не экстрасенс, я молодой парень, точно я, как говорится, на меня башенный токан не упал, и только он-то меня не дернул, и люди выходят на сцену, я их не просил, они выходят на сцену, причем много людей, весь такой позитив, и они должны были выздороветь к 10-му дню занятия, они у меня начали выздоравливать на первом дне занятия, еще не выполняли упражнений, реальных, простых, понятных упражнений, физических упражнений, и тогда я понял, да, вот наши добрые пожелания, они сильные, наши добрые пожелания, когда мы желаем другому человеку радости, счастья, силы, света, все просто в этой жизни, не надо быть там супер каким-то экстрасенсом, все просто, да, добрые пожелания, добрые яркие образы, ощущения радости, бесконечные пожелания счастья, потому что это есть любовь, когда мы другому человеку желаем успеха, мы видим в нем все самое лучшее, красоту, юность, молодость, помните, что любовь, это когда мы видим в человеке все самое лучшее, и желаем человеку всего самого лучшего, и вы, дорогие мои, на этой неделе обязательно это проверьте, и доведите до автоматизма, вам нужно сделать сдать какую-то работу, сдать какой-то проект, выполнить какую-то работу, переговорить с кем-то на важную тему, бывает же, знаете, у человека по каким-то причинам не то настроение, Какая-то не та ситуация Про вас плохо кому-то поговорили Настроили, может быть Какие-то сплетни, дрязги, склоки Не мешают вам Какой-то холодочек между вами Давайте прямо сейчас Расправьте плечи, зажгите улыбку Улыбнитесь глазами И представьте бескрайне голубое небо И яркое солнце Бескрайне зеленые поля Настройтесь на красоту Представьте полевые цветы, легкий ветерочек Стрех от кузнечиков Щебет птиц Настройтесь на красоту И представьте, через 2-3 дня у вас какая-то важная встреча Важная какая-то работа Важный какой-то проект И представьте вот эту аудиторию Или комнату, где это все будет происходить Этих людей, румяных, счастливых Улыбающихся, молодых Наполните этим небесным светом Этим голубым небом всю эту картину И бесконечно пожелайте им радоваться Без ограничения радоваться Смеяться Счастья, успеха Себя представьте Себе тоже бесконечно Без ограничений пожелайте радости, счастья, успеха И наполняйте эту картинку белым светом И все смеются, представьте Заливистым, счастливым, юношеским смехом Юным смехом Все смеются, всех шутят Хохочут, непринужденная обстановка Легкость, энергия процветания Энергия радости И вот этот образ И вот эти эмоции В течение дня Возвращайтесь к ним Здесь очень важна регулярность Регулярность То есть вы создаете В нужный какой-то момент времени Энергию успеха В нужной какой-то встрече Вы создаете Как говорится Момент истины Момент просветления Момент восторга, удачи А потом вы приходите туда Через 2-3 дня В эту ситуацию И смотрите Как оно идет Как на рефлексе Автоматически вам хорошо Автоматически у вас бодрость Это написано в принципе во всех книгах В книгах Джона Кихо Воображение может все Человеку нужно выиграть в баскетбол Он заранее все представляет Как он кидает мячи Как мячи попадают Заранее себя настраивает Только здесь, дорогие мои Мы добавляем белый свет И мы добавляем ощущение радости Восторга Пожелать, что все смеются То есть не просто мы работаем с воображением А очень важно, что мы работаем с эмоциями И с чувствами На определенное время Выберите для себя на этой неделе, дорогие мои Какую-то ситуацию Может быть 1, 2, 3 И заранее подготовьте Заранее насыщайте эту ситуацию Позитивной энергией То, что называется благодать Позитивная энергия Энергия восторга Энергия процветания Вторую задачу, которую мы ставим Довести до автоматизма На этой неделе, дорогие мои Это благодарить себя в 2 раза больше Если у вас появляются какие-то трудности Ошибки Человек не может не быть без ошибок Поведение обычного человека Тебя облила машина грязью К примеру Ты запачкался, что-то ногу подвигнул Еще что-то забыл Выронил Уронил Потерял Тысячу рублей Неважно Обычный человек начинает расстраиваться То есть он и так потерял, допустим, денежку И еще плюс Он теряет свое настроение На наших с вами экзаменах У нас настроение превыше всего Превыше событий Мы знаем, что наше царственное состояние Важнее, важнее всего В царственном состоянии Мы все равно достигнем успеха Чуть раньше, чуть позже Если мы его не потеряем Никому не отдадим И вот мало ли вы что-то потеряли Или вы что-то забыли Или сделали не вовремя, допустим Вместо того, чтобы расстраиваться Вы говорите, мне нужна поддержка Мне нужна поддержка в 2 раза больше И вы начинаете себя благодарить в 2 раза больше Так вы себя просто благодарите Когда у вас все хорошо А когда вы что-то ошибаетесь Вы благодарите себя в 2 раза больше То есть диаметрально противоположное поведение Такое, как у других людей У них, если у них все более-менее нормально Они чуть-чуть себя поблагодарят Или забудут Если у них все плохо Обязательно расстроятся Или себя поругают Еще в 2 раза больше У нас с вами отношения к себе И к своей жизни Отношения Диаметрально противоположные Что мы с вами тренируем Почему наше воспитание Самовоспитание Отличается от воспитания людей вокруг Мы себе даем поддержку Если мы ошибаемся в 2 раза больше Да, если ребенок упал Только-только учится ходить Никто не будет не укричать Или создавать ему стресс И говорят Да ничего, ерунда Ты молодец Ты хорошо ходишь Да, то есть Детей-то мы поддерживаем Когда они учатся новым навыкам О себя Забыли что-то сделать И себе говорите Я благодарю себя в 2 раза больше Запомните эту фразу Я благодарю себя в 2 раза сильнее Я благодарю себя в 2 раза больше Я люблю себя в 2 раза больше Я улучшаю свою жизнь в 2 раза лучше Мое царственное настроение в 2 раза сильнее И тогда темные силы думают Слушай, зачем ему жизнь портить Зачем ему препятствия создавать Он и так себя благодарит Он и так живет в позитиве Мы ему портим у него позитива в два раза больше И вот эти мелкие проверки Которые пытаются нас остановить Они начинают уходить Потому что есть такой очень важный принцип Когда мы начинаем Какое-то большое светлое дело Мы даже в шутку это называем Б и С Темные силы всегда пытаются нас остановить Человек начинает курить Ему начинают бесплатно Человек бросает курить Человек садится на диету Думает, вот я сейчас займусь Немножечко перестану есть слишком жареное Или там слишком много тортов кушал И его начинают угощать Человек начинает поститься И его начинают звать в гости, кормить и так далее Говорят, слушай, да я пост решил подержать Да вот на, ешь и так далее Как только ты сказал, ладно, все, бог с ним Не буду бросать курить, все, буду курить О, что-то перестали тебе предлагать То есть как бы так оно бывает Когда принимаешь для себя решение Я не буду больше обижаться или расстраиваться Обязательно тебя начнут сейчас провоцировать На какие-то обиды или расстраиваться Это всегда так Темные силы, они работают По такому примитивному механизму По такой примитивной инструкции Что они просчитываются на счет раз Бросаешь курить, тут же предлагают Ну и сразу понятно, что, к сожалению Они тоже в жизни есть Не только светлые силы Поэтому, дорогие мои Проверить это все очень просто и легко Так вот, когда мы проявляем упорство в жизни А когда мы отпускаем ситуацию Знаете, как древнехристианская мудрость Древнехристианская молитва Господи, дай мне силы изменить то, что я в состоянии изменить И дай мне мудрость и терпение принять то, что я не в состоянии изменить И дай мне мудрость отличить первого от второго Да? То есть, когда нужно проявлять упорство Когда нужно проявлять силу воли Когда нужно отпустить ситуацию Понимаете? Когда не нужно Вот я прихожу в магазин купить хлеб А там очередь большая Может мне встать в очередь Или пойти и махнуть рукой Когда проявлять упрямство А когда Отпустить ситуацию И говорить, это Господь Бог меня предупреждает Что вот эта колбаса или вот этот хлеб Давно используется Там плесень Пользы мне не принесет Только вред, не буду стоять в очереди Да? Ну, согласно же, что это очень важный вопрос Определить Когда Упорство проявлять А когда Рукой махнуть Когда изо всех сил стараться Идти на конфликт Еще что-то достигать Добиваться А иногда сказать Я мудрый человек Я не попадаюсь на провокации Все Будь по-вашему Живите как хотите И я ни с кем не спорю Ладно, мне без разницы Да? Может быть, человеку полежать надо А он через температуру Через боль Заставляет себя утром бегать в парке Может, у него уже глаза там перенапряжены А он их еще больше перенапрягает Как определить Когда проявлять упрямство Когда проявлять силу А когда проявлять мудрость И, наоборот, остановиться И не получать новых синяков Как говорится Пришла беда Отворяя ворота, да? С горячанина Делать новых ошибок Все зависит, дорогие, от намерения Если ваше внутреннее решение Если ваше намерение Большое и светлое Большое и светлое Вы хотите с кем-то помириться Да, тогда эта темная сила вас останавливает А если просто Вы куда-то поехали Вас что-то останавливает Не надо Бытовуха А если бытовуха и рутина Вот я пришел в магазин На там очередь за хлебом Сходить за хлебом Это бытовуха и рутина Меня что-то останавливает Это мне Господь Бог говорит Не надо тебе Это хорошо Он тоже Если я утром просыпаюсь И говорю Я люблю и благодарю жизнь И меня что-то не пускает Все, я принимаю подарки Да, жизнь любит меня Я принимаю Я понимаю А если я хочу Чтобы у меня родился ребенок Или если я хочу построить свой дом И мне что-то мешает Это я понимаю Это намерение большое и светлое Я хочу у кого-то попросить прощения С кем-то помириться Я понимаю Это намерение большое и светлое И конечно же мне надо Здесь проявлять упорство Все зависит от намерения Если цель большая и светлая Вот по-настоящему светлая Такая духовная Душевная цель То это вас темные силы останавливает Если это бытовуха То это Господь Бог вас оберегает И не надо вам Пошли куда-то там Каблок сама Со шнурки порвались Не ходите Видно, что Как говорится Не клеится Не надо Не лезьте На рожон Не надо Ничего хорошего Не будет, как говорится Пошли Ключ застрял В замке Не ходите Все, не ходите Не надо Через силу идти Еще Как говорится Там будет все нехорошо Итак, дорогие мои Какую на тренировку С вами тренируем Две Две у нас Это вы цель Свою насыщаете Несколько раз в день Белым светом Ощущением праздника Все радуются Делайте это бесконечно Делайте это искренне А потом проверяете Когда вы попадаете В эту ситуацию Легко ли вам Непринужденно На рефлексе На автомате Как вы себя ведете Как проходит ситуация Мягкая И так далее И так вы решаете Все свои важные вопросы Когда человек достигает успеха Ему нужно важные вопросы решать С работодателем Или в бизнесе Или в науке Или в образовании Или в общении Или с родственниками С родственниками Семью Человек хочет наладить Ему нужно наладить отношения С будущим тестем С будущей тещей Или со свекровью Со свекром С женой Там наладить отношения Если кто-то где-то Надел О прометчивых ошибок С детьми наладить отношения Тоже вы представляете Вот я там встречаюсь Со своими детьми Вот свет Вот праздник Вот все радуются Вот позитив И делайте так Несколько раз в день Чтобы накопить эту благодать На нужную ситуацию Прям насытить 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 ее И второе Дорогие мои То чем мы с вами гордимся Обычный человек В случае каких-то ЧП Там палец обжег Яичница у него пригорела Там или еще что-то Он расстраивается Мы начинаем наоборот В два раза больше себя Поддерживать И благодарить Обожгли руку Там порезали палец Я благодарю себя В два раза больше Прямо вслух так и проговариваем Прямо слово два Цифру два Прямо проговариваем вслух Я благодарю себя в два раза больше Я люблю себя в два раза больше Я вижу в себе Я желаю себе успеха В два раза больше В случае каких-то ЧП Неприятностей Неважно Опоздали куда-то Что-то Не получилось Я люблю себя в два раза больше Я желаю себе счастья в два раза больше Я поддерживаю себя в два раза больше Я благодарю себя в два раза больше И тогда вы не теряете энергию Не расстраиваться А много Приобретаете И приумножаете Да Быть сильным Быть счастливым Жить с азартом в жизни С искорками счастья в глазах Это уже ваше родное Быть сильным Энергичным счастливым Для нас с вами становится Привычным Вы научились Очень многим автоматизмом Все упражнения мы делаем Как говорится Походу Дойдете по улице И насыщаете Насыщаете Идете по улице Я люблю жизнь Я благодарю жизнь У меня есть небо У меня есть солнышко У меня есть друзья Я молода Я красивый Я счастливый Я разрешаю себе Я вижу в себе Все самое лучшее Все наши упражнения Они легкие Приятные Замечательные Они для таких людей Как вы Энергичных Целеустремленных Сильных Жизнерадостных Кто еще Дорогие мои Не обсудил Важные вещи С кем-то мы общаемся Раз в неделю С кем-то мы общаемся Два раза в неделю С кем-то мы общаемся Три раза в неделю У вас есть всего Три месяца Чтобы воспользоваться Возможностью Индивидуальных Консультаций Да Индивидуальных Консультаций Стоит Они стоят Для того Чтобы с праздными Вопросами Люди не обращались Записывайте заранее Потому что Когда идут Индивидуальные Консультации Многие теряются Записывайте прямо На бумажку Все вопросы Вопросы по здоровью Вопросы с родственниками Вопросы по работе Вопросы по успеху Вопросы по характеру Вопросы по судьбе Вопросы по Своим родителям 10 12 20 вопросов И в течение Часа Получаса Там Сколько уж У вас вопросов Мы все это Максимально Обсудим Многие уже Стали у нас Хорошо выздоравливать Многие уже Стали восстанавливаться Наполняться силами Хотя у них были Безнадежные ситуации Я вас очень сильно люблю И я знаю Что вы себя тоже Очень сильно любите До встречи Удачи вам дорогие мои Я желаю вам Бесконечного счастья И я желаю вам Бесконечной силы С Богом Субтитры подогнал «Симон» Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова